Добрый день, дорогие друзья! Рада видеть всех, кто делал эту привычку постоянно и ходить на наши замечательные вебинары и встречу с авторами. Наша сегодняшняя встреча посвящена выпуску книги Дмитрия Александровича Левчика «Бастующая Россия. Шахтерские забастовочные комитеты и профсоюзы 88-95 годов». Я ее принесла вам показать. Вот такая замечательная книга. За мной тоже стоит целый ряд. Книга уникальная, но сегодня не только о ней. Тема нашего вебинара гораздо шире. «Разрешенный бунт. Перестроечное время». Этот период наш спикер Дмитрий Александрович, доктор исторических наук, политтехнолог, изучил досконально с присущей ему пытливостью, въедливостью, это все понятно из книги, о том, как номенклатура Советского Союза, СССР в ходе перестройки решала свои экономические и политические задачи, нарушала права рабочих. Обо всем об этом подробно и очень интересно. Уж поверьте мне, я вчера слышала небольшой кусочек, и мне этого хватило для того, чтобы весь мой интерес пробудился. Об этом расскажет наш сегодняшний спикер, замечательный автор Дмитрий Александрович Левчик. Встречайте, я представляю и встречусь с вами в самом конце этой встречи. Надеюсь, что у вас будут положительные эмоции и очень много нужной и интересной информации. Дмитрий Александрович, вам даю слово, начинайте свою интереснейшую встречу, рассказ, а мы все внимательно будем слушать. Спасибо, Аня, спасибо огромное. Спасибо огромное Директ Медиа и Директ Академии. Спасибо участникам встречи, которые пришли меня послушать. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Я надеюсь, все видят хорошо презентацию. Начать я хочу с того, чтобы поздравить всех любителей истории с замечательными сегодняшними праздниками. Сегодня день рождения Дягилева, Гайдена, Баха. Сегодня день славы русского оружия. Сегодня в 1914 году русский войск в Африсе. Но мы будем говорить не о музыке, не о культуре, не о русском оружии. Мы будем говорить о вещах, может быть, более прозаичных, может быть, более интересных. Мы с вами будем говорить о том, как превращали власть в собственность. И что в этом было интересного и увлекательного. Мы будем говорить о разрешенном бунте, мы будем говорить о забастовочном движении, мы будем говорить об экологическом протесте. Кто захочет, может задать вопрос о политических партиях периода перестройки, я с удовольствием отвечу. Итак, разрешенный бунт в России на примере шахтерских забастовок. Вообще самое интересное в забастовочном движении того времени, это сама форма этого движения, забастовка. Забастовки захватили всю страну в конце 80-х, начале 90-х годов. Шахтеры требовали, вообще они сами не понимали, чего они требовали, они требовали демократии, они требовали ухода коммунистов от власти, они требовали прихода Ельцина к власти. Они были замечательным авангардом демократического движения. Волею судьбы мне удалось сотрудничать, точнее, с независимым профсоюзом Горняковского время, с рядом постующих комитетов, кстати, не только шахтеров. Я прекрасно знаю Федерацию Советского Союза Вечера в России, я участвовал и помогал постующим архивистам Дулы, я очень хорошо знаю целый ряд профсоюзов, профсоюзных объединений, официальных, неофициальных. Кому интересно, давайте вопрос. Так вот, самое интересное в том, что анализируя забастовки того времени, все политологи, политтехнологи, историки анализируют в основном заявления бастующих и средства массовой информации. Документы, исходящие из среды бастующих и предназначавшиеся только для забастовщиков, только для бастующих или для Украинского круга людей, они почти не введены в научный оборот. То есть показывается только внешняя сторона забастовки и, соответственно, излагается внешняя сторона этого движения, где забастовали шахтеры, где они были все за Ельцина и демократов. Когда Ельцина и демократы пришли к власти, потом якобы шахтеров обманули, шахтеры стали против Ельцина, шахтеры стали за коммунистов. Вот примерно такая вот фаба предлагает, это чушь собачья, это бред. Потому что если мы посмотрим на то, что происходило в шахтерских поселках и на самих шахтах, то история забастовочного движения будет совершенно не такая. А для того, чтобы посмотреть, надо найти особые источники. Я такие источники, как мне кажется, нашел. Мне подарили огромный комплекс документов. Подарил один лидер забастовочного движения, Володич Шизган, подарил весь комплекс документов производственного забастома о производственном мнении северного бакси труда. И дневник забастомы, и переписка забастома, и финансовые документы забастома все умеют. Потом мне довелось во время сотрудничать с Независимым профсоюзом горняков России. Я был некоторое время завт-международным отделом Независимого профсоюза горняков России. И там имел доступ к огромному количеству документов Независимого профсоюза горняков. Более того, в мои функции входило восстановление уничтоженного архива. Сотрудничать с Независимым профсоюзом горняков России. И вот, что я обнаружил. Я обнаружил первое. Бастующие бастовали за... Выдвигали. Кстати, я буду использовать термин не начать забастовку, а лечь в забастовку. Забастовку не... Забастовку не начинают. Забастовку ложатся. Я надеюсь, вам известно это арго. Хотя, наверное, не уверен. Забастовку ложатся. Забастовку ложатся в забастовку шахтеры, но они не понимают за что. Я проводил опросы. Я анализировал требования бастующих. И, конечно, много. Но самое удивительное, что требования-то выполняли. Выполняли, по отличие от всех экономических требований, были выполнены дирекцией шахтеров на тот момент. Забастовочное движение разрасталось как огонь. Так вот, шахтеры бастуют, начиная с конца весны 88-го года. Забастовки становятся все массовыми, массовыми, более массовыми, более массовыми, более-более-более. В 89-м году. Вот я... Требования бастующих шахтеров экономические, политические, выполняются все-таки. И происходят очень любопытные вещи. Выполняются все требования, а забастовка не прекращается. Я обнаружил, что забастовка даже шла со всеми выполненными требованиями. То есть требования выполнены, а забастовка продолжается. Я обнаружил то, что шахтеры вообще не представляли, что может быть результатом выполнения требований. Я проводил опросы, они не представлялись в ни рыночную экономику, ни экономику шахтовых условий рынка. Они не представлялись. И тогда я весьма удивился. То есть для бастующих шахтеров был важен процесс забастовки, а не результат. Когда у нас есть процесс забастовки с огромным количеством требований. Вот я пишу об экономических требованиях, о политических. Вот здесь еще комплекс требований. Управленческие, антивюрократические, профсоюзные, сепаратистские, дезинтеграции, эстабритно-лиционистские, идеологические. Так вот, когда у нас есть некое явление, суть которого в процессе, а не в результате, то анализировать это явление с точки зрения традиционной политэкономии, как движение рабочего класса, закон, творить права, представляется без перспективы. Мало того. Поэтому надо анализировать только в другом. Что же перед нами? Перед нами социально-ролевая игра. На мой взгляд, я применил обычную, самый обычный транзакционный анализ Дерна. Замечательно. Замечательно тем, что источник сопоставочной активности стоит вне шахты. Вне производства. И, ну, например, выражение послова Ельцина «прекратим забасту». И в этой игре существует огромное, огромное количество участников. Я анализирую этих участников. Да, вроде бы как, понятно, что существуют бастующие, основные участники игры, кстати. Бастующие делятся на целый ряд, на целый ряд подгрупп. Активно бастующие, пассивно, сторонники и так далее. Я все об этом в книге пишу. Ну, пассионарный толчок к любой забастовке – это, допустим, забастовка подземной. Подземная забастовка может быть всего лишь одной смены. Да какой там одной смены? Двух десятков человек. Два десятка человек не выходят на поверхность, все, останавливается смена, останавливается шахта, идет забастовка. То есть я привожу примеры в книге, когда 20, 30, 50, 60 шахтеров укладывали в забастовке шахты и шахтоуправления, численности там, до 2-3 тысяч человек. При этом надо еще понимать, что сквозь забастовка шахты есть. Когда шахта бастует, все вспомогательные службы работают здесь. Полной остановки предприятия не существует. Существует забастовка с отгрузкой, без отгрузки, угля и так далее. Я об этом тоже не пишу, что разновидностей шахты забастовки очень много. Так вот. Так вот. Меня хорошо слышно, кстати. Слышно, видно нормально. У меня тут сигнал о том, что нестабильность включена. Надеюсь, что разновидностей. Так вот. Можно было подавить любую забастовку по линии технологической, по линии дирекции шахта. Но этого не происходило. Дирекция просто ничего не предпринимала против забастовщиков. А в последующие годы иногда даже к сосудам. То есть директор от шахта был на стороне борстующих. Забастовку невозможно подавить, просто невозможно подавить силовыми методами. Это я анализировал. Силовые методы бессмысленны. И когда, например, бросают полицию или кого-либо еще против борстующих, это никогда не предпринимала. Забастовку можно прекратить только по технологической цепи. Когда будет угроза реального разрушения технологической цепи, реального разрушения предприятия. Вот тогда забастовку прекращают. То есть забастовку прекращают смешники. Когда смешники говорят, что все, чем остановить, то тогда забастовку прекращают. Это я тоже анализировал на примере Севропорта и труда, и на примере других шахт и квоз. При этом очень важно не допустить кумулятивного эффекта от забастовки. Забастовка может перекинуться на соседние предприятия, может перекинуться территориально. Забастовали шахтеры, победили. Тут же начинают бастовать, допустим, водители автобуса. Я такие тоже, к примеру, привожу. И подобное распространение забастовок анализирую. Вернемся к участникам забастовки. Итак, бастующие в трейбрейке. Директора, объективно, союзные. Демократы, разные партии, абсолютно разные. Объективно, тоже союзные. Возникает вопрос, а кто разрушал забастовку? Кто же реальный противник бастующих? Я выявил этого противника. Реальный противник бастующих – это шпильбрэчер, разрушительный. Если у нас идет игра в забастовке, то нам страшен бастующий. Страшен, не полицейский, который придет с репрессиями, не представитель власти или администрации, который будет «за» или «против», не важно. Не шпильбрэчер, который скажет «нет, я не буду доставать». А нам интересен тот, который на все это дело забьет и скажет «а пошли лучше перекинемся в картину, а пошли лучше забьем козла, а пойдемте выпьем». Недаром в шахтерских регионах во время забастовок объявляется свой закон. И шахтерские бюджины очень нелояльно относились к распространению спиртных напитков и даже иногда даже поколачивали любителей спиртного. Так вот, главный противень бастующих – это шпильбрэчер, разрушитель Сибири. Мы за забастовку, мы против забастовки, а я пойду к нам. Вот те, которые пойдут, пойдут спиртных напитков, они главные противники. И являются, как правило, объектом идеологического, и не только идеологического, вовлечения на любую сторону. Главное, чтобы они были на какой-то стороне, либо спиртный брейкер, либо сторонниками бастовки. Не дай бог, когда масса спиртный брейкер, то есть тем, которым офигу захлестнет шахтер, тогда забастовочная игра превращается, и шахта вообще потом еще очень долгие годы никогда бы превращается. Далее. Тепень пассионарности забастовки тоже мной изучена. Пассионарного толчка вверх. От срока подземной забастовки. Я уже говорил, что чем больше срок подземной забастовки, тем больше, тем дольше и ярче идет забастовка. Дальше. Вот основные акторы забастовочной борьбы. Обращаю ваше внимание на такого актора, участника забастовочной борьбы, как Кадати. Ганет от дружины героя к герою. Дружина героя забастовки. Герой – это по перестроечным временам отличный снижение. Так вот, те, кто шли некие ходоки от дружины к герою, они могли потом стать даже зрителями с башками. То есть я не суслово другими героями. Я вот и говорю, это в карминологии социально-ролевых игр. Так вот, эти люди становились одним из важных участников забастовочной борьбы. Про штрейбрехеров, штрейбрехеров я рассказал, равно как и про формальных противников забастовок, директора. На самом деле, бастующие опирались. Очень сильно. Руководство забастовкой. Вот вы будете глубоко ошибаться, если вас кто-то будет уверять, что забастовка и руководит забастком. Иногда забастком вообще ничем не руководит. Забастком иногда просто не в состоянии принять никаких решений. Состав забасткома в ходе забастовок очень часто меняется. И получается так, что некие собрания общественные могут больше руководить забастовкой, нежели забастовкой. Ну, например, в Североуральске выполнялись все решения собрания жителей города Североуральск. Они все почти не выполняли в ходе забастовки. А вот решения забасткома, ну, не знаю, там, половина или третья, не выполняю, не было. То есть забастком не всегда властный орган. Далее. Далее не менее интересный момент. С забасткомом номенклатура взаимодействует никогда не будет. Буржуазия, то трансформирующаяся из номенклатуры в буржуазию наша бюрократия, тоже не хочет. С забасткома вообще, по большому счету, никто не хочет взаимодействовать. Только некоторые рабочие, да и кто не всегда. С кем же хочет и может и любит взаимодействовать как номенклатура, так и буржуазия. Хочет, может и любит взаимодействовать с профсоюзом. Профсоюз – это испытанная организация, которая, ну, 19 век, как вы знаете, профсоюз в Англии легализован в 1924 году. Это очень удобная, как для буржуазии, так и для номенклатуры нашей форма организации взаимодействия с рабочим движением в рабочем доме. А почему она очень удобная? Потому что она не какая. Профсоюз, он должен быть либо контрагентом, представителем рабочих на рынке труда, в этом смысле он будет всего лишь, ну, некой юридической конторой, которая торгуется за наиболее хорошее условие труда для рабочих, обычной делой. Либо ему придаются еще функции торгующей организации, функции распределительные, что тоже, на самом деле, ерунда, поэтому профсоюзы не являются авторитетными структурами, да и не могут являться авторитетными структурами нигде и никогда. И когда в профсоюзах состоит, ну, допустим, 15-20% рабочих, это большая удача. Я имею в виду нормальный. В профсоюзе, конечно, у нас там 99-100% был профсоюз, но, конечно, профсоюз. Профсоюз системы ПНПР – это нефтопрофсоюз. Я в книге своей анализирую, что такое профсоюзы. Я анализирую карты псевдопрофсоюзов, ПНПР, карты протопрофсоюзов, которые пытались создаваться в период стаичной борьбы актеров, и так далее, и так далее, у целого ряда организаций. Анализирую и ухожу к выводу, что у нас в годы перестройки нормального профсоюзного движения, к сожалению, создания не было. Равно как у нас не было нормального партийного движения, те наши партии, которые были созданы в годы перестройки, они были либо имитативные, либо смеховые, либо просто партийный характер. То есть, так же и профсоюз. Профсоюзов в стране нет. Есть несколько прозопрофсоюзов, есть псевдопрофсоюз, есть имитативные профсоюзы. В этом большая беда наша. Далее. Ну вот я об этом, этот слайд как раз и говорит нам о том, что совершенно разные-разные профсоюзы существовали тогда в нашей стране. Номенклатурная буржуазия нейтрализовала бастующих, как раз используя профсоюзы. Деморализовала при помощи псевдозабастового НПР, при помощи таких же псевдозабастового Крудовой России, при помощи соцпрофа. Не очень хорошего профсоюза, который сотрудничество стал демократами, но потом это сотрудничество было свернуто. В самих профсоюзах, типа на несовершенненном профсоюзе Ботникова был спровоцирован очень серьезный кризис. И, наконец, были репрессии, через репрессивные органы были репрессированы активисты профсоюзного движения, правда не во всех профсоюзах, они были... не были масштабными, я имею ввиду, в годы перечисленных. Так вот, забастовочная... манипуляция забастовочным профсоюзным движением привела к дискредитации в рабочей среде, как забастовом, так и профсоюзом. В результате рабочие, которые начинали бастовать, они впали в состояние социальных руках. Мы бастовали, мы требования выдвигали, экономически, политически, социальные, где нет. Они не решены, они вроде бы даже принимались решения. И, вроде бы, требования формально даже выполнялись, но реальность жизни не улучшилась. Тогда бастующие, вернее, протестующие шахтеры перешли к более радикальным средствам протеста. К голодокам. В прессовой войне. Помните, когда шахтеры разошлись на Рыске в 90-е годы в середине? И в иные, в голодоке, в иные формы радикального протеста. Протестное движение радикализовало. Этим пытались воспользоваться некоторые политические партии. Я пишу в своей книге о влиянии, допустим, ЛДПР. Попытках влияния ЛДПР на запасовку антрасу. Мы с Вадимом Борисовым написали статью. Вадим проводил очень короткое полевое исследование. Я написал психологическое анализ. Это выявление. Движение вот... не родило ни российского солидарность, ни российского валенки, ни нормального российского конфликтских избавра. А в конце 80-х казалось, что это важно. В нашей стране, увы, не было создания ни нормального рабочего движения, ни нормального сепостовочного движения, ни нормального простой внутренней войны. Я не показал в слайдах, но пишу в книге, о том, как использовала иногда буржуазия своих финансовых интересов. Были случаи, когда они не проверены, я не могу, у меня нет документов, я поэтому очень аккуратно об этом пытаюсь говорить. Когда шахтерские регионы для решения вопросов социальной жизни шахтеров перекидывались деньги в определенные банки, потом эти деньги либо прокручивались, либо исчезали. Я, к сожалению, могу сказать, что ходят случаи, что. Но такое явление, увы, было, не об этом рассказывали, я могу сослаться только на рассказы очевидцев, но в своей книге я об этом очень-очень аккуратно, равно как я не вставил это в слайды, равно как я сейчас это говорю, что об этом так, а не фиксирую. Что мы очень-очень голосуем. Я также не указал в слайдах, но могу вам сказать, вот эти документы у меня есть, кто финансировал заборстовки. Увы, надо признать весьма смешными людьми, которые скажут, что заборстовки финансировались из-за рубежа. Никакой АФТ КПП, никакие МКСП к заборстовкам отношениям не имели. Вообще, зарубежные специалисты из АФТ КПП или МКСП смотрели большими широкими глазами на российское заборстовочное движение в период перестройки и не понимали. Я вообще считаю, что крайне неквалифицированные люди на Западе анализируют наше заборстовочное движение в полном уважении к МКСП, не к МКСП, а абсолютно. Так вот, финансировались заборстовки из бюджета нашей страны. Можно здесь документы, где пересидывают деньги на нужды заборстовок министерства, деньги на нужды заборстовок пересидывают те же самые ФНПР, Федерации на Западе, где деньги пересидывают демократические партии, кстати, очень много, где деньги пересидывают другие предприятия. Все заборстовки ее финансировали внуки и внуки. И потом кредитная политика заборстовок в Союзе, все потери от заборстовок, и вся заработная плата была за счет бюджета. Кто скажет, что какой-то СОРОС финансировал тогда заборстовочное движение и какие-то американцы, скажите, что это ничего не было. Это было сделано внуки. Заборстовки помогали Горбачеву и Ельцину решать политические проблемы. Да, Ельцин в значительной вере пошел в партии. И сейчас очень-очень аккуратно, как версию, вам скажу, что спецслужбы Советского Союза и спецслужбы России скорее помогали в пошелчном движении, чем они мешали. Это я не пионер в предсказывании мысли о том, что КГБ способствует заборстовкам. Эту мысль высказывали даже руководители заборстовок на некоторых своих публичных выступлениях. Я на эти выступления не спылаю. Одним словом, я очень-очень аккуратно скажу, что наша руководство было созданным в этом случае. При помощи заборстовочного движения изменилась страна политическая. Немного. Далее. У меня еще есть время в эфире. Я хочу вам сказать о другом случае. И по такому же сценарию я проанализировал личное движение, движение по созданию комитетов общественных управлений, которые возникли на базе движения экологического процесса. Примерно тот же самый алгоритм. Вроде бы мощное экологическое движение, вроде бы должны быть собственно зеленые, но они не создаются. Это на самом деле у нас в городах прошел очень мощный технофорский бунт, который стал основой нашего же личного движения. Это тоже был бунт разрешенный, как шахтерское движение, я вам уже сказал. И в ходе этого движения возникли некоторые новые формы, очень интересные формы, о которых я уже пишу в следующей своей книге. В книге о жилищном движении, жилищном направлении от пессимистического сада Баррикады Бутова, которые могло бы... То, что нищего уровня тоже позволило собой мунистрироваться. И тоже выросли. Вообще, надо сказать, что у меня очень пессимистичный вывод при анализе нашего низшего уровня активности, политической активности. Это у нас наверху могут быть какие-то гигантские проекты, программы, переустройства России, возникновения многопартийности, многопрофсоюзности или еще чего-либо. А внизу внизу у нас старит неверие, технофобия и социальная кубкация. И вот, к сожалению, в этих условиях попытка создать как профсоюзное движение, так и жилищное движение обречено на право. У нас ситуация страны, вернее, политического движения, демократического, а, да, профсоюзное движение, движение демократичное, излишнее движение, движение демократичное. Ситуация тут планка. Каждый вход ухудшает власть. Очень психически. Я разговаривал почти 40 минут. Я обещал именно 40 минут говорить. Я презентовал как свою книгу про забастовку, как и свою книгу о жилищном движении. Если есть вопросы, я с огромным удовольствием о них ответил. Можете задавать вопросы о союзе, о союзе, о союзе, о союзе. Да, Дмитрий Александрович. И у нас вопросы есть. Вы знаете, вот для для нас ну, профсоюзы как-то на слуху. Но у вас появился термин, и я уверена, что для многих из наших слушателей, читателей такой термин как псевдопрофсоюзы они, скорее всего, услышали впервые. Вот у нас есть такой интересный вопрос. В чем разница между настоящими профсоюзами и вот такими псевдопрофсоюзами? Ну, так коротко. Так, чтобы внести ясность и как-то на путь истинный наставить. Так, итак, я в твоей книге анализирую профсоюз содержания второго нашей страны. Системы ВЦСПС не настоящие профсоюзы. Они не защищают права трудящих, потому что в этот профсоюз входят те люди, которые осуществляют функцию найма работников, и те, и наемные работники. То есть, те, кто нанимают, и те, кто работают, состоят в одном профсоюзе. это нереально, это сапоги с мясом, это глупость, немыслимо, у них не может быть общих интересов. В силу этого профсоюзы системы ВЦСПС, ПНПР выродились в коалиции по распределению заказов, подачек, подарков 8 марта, 1 мая, и так далее, к проведению каких-то странных дней единства, когда было очевидно, что рабочих грабят, а ПНПР гудками поддерживало, или там, собраниями во время обеденного перерыва поддерживало трудящих. Вот почему я ВЦСПС и, соответственно, ПНПР, как ее наследники там называют, не настоящими профсоюзами. Они соединили функции работодателя, и работника в одном плохом. Далее. Прото-профсоюзы. Прото-профсоюз в нашей стране мало. Это созданные на базе забастовочных профсоюзы, которые пытаются стать независимыми агентами на рынке труда. Пытались или пытались. Таких профсоюзов, я знаю, крупных два Федерации Независимых это ФАД, Федерация профсоюз праведиспетчеров России, это очень крупный профсоюз. К той же системе относится нелюбимый профсоюз соцпрок, ассоциации профсоюзов РКСП и КСПР тоже очень небольшие профсоюзы, но достаточно активные. Это на базе забастовочного движения, профсоюзы, которые пытаются стать реальными контрагентами на рынке труда, которые не включают в состав работодателей. Далее, псевдопрофсоюзы. Псевдопрофсоюзы это наоборот, профсоюзы работодателей. Есть прекрасные примеры, допустим, опыта КП, объединенных предприятий, это просто предпринимательский кооператор профсоюза, который использует профсоюзное законодательство для того, чтобы уходить профсоюзы. Или использовали, я не знаю, как это еще. Я с ними в последнее время не связывал, а во-принципе использовал. То есть, наше законодательство профсоюзное позволяло тогда, сейчас, не знаю, укрыть часть имущества и часть доходов от налогов, поэтому пользовались контрагентами профсоюзы. Я знаю несколько таких профсоюзов, но я с ними вместе работал, я на этом говорю. Далее, есть имитативные профсоюзы, ну, профсоюзы, женские профсоюзы пытались создать профсоюз женщин. Была такая совершенно, я не знаю, наверное, сейчас живая, и дай Бог здоровья все расслаблены. Далее, я знаю об смеховых профсоюзах, я привожу в свои книги смеховые профсоюзы, профсоюзы не настоящие, а вот так созданные для хэппинга, для политического хэппинга. Ну, вот, например, вполне профсоюзную акцию модели не для постели, попытка создания профсоюзов модели не для постели. Есть еще, только четыре вида таких профсоюзов существуют. Настоящие, ненастоящие. В принципе, по большому счету, все они еще не настоящие. У нас в стране нет нормальных, хороших, сильных, настоящих профсоюзов. А вот то же направление, как говорили о том, профсоюзы в России, это, ну, безавторитетные, неавторитетные, да, организации. Вот в Европе они всегда были совершенно на другом уровне, да, то есть там, если ты состоишь в профсоюзе, профсоюз за тебя всегда заступится, организует и так далее. То есть такого понятия, как псевдопрофсоюз, допустим, за границей в Европе, наверное, ну, может быть, он, конечно, и существует, не может такого не существовать, но сведено все это к минимуму. Вот то, что за нами профсоюзы не так стоят, не так организованы, это сугубо наша особенность, да, русская такая. Ведь в Европе же все по-другому. Как вы считаете? Я считаю, что не русская, российская. Ну, вот наши 70 лет советской власти, они дали, породили СССР с советским человеком, чудище обла, азорно-стазерно. И вот это чудище обла, азорно-стазерно, по-моему, это не чудище. Так вот, в России, в России не удалось пока создать ненормальных профсоюзов, ненормальных партий, ненормальных организаций жилищного движения. Виновата в этом наша наследие. Виновата в этом потрясающий, фантастический, низкий уровень межличностного давления. Ну, вот я скажу, я хочу быть вашим представителем, да неважно где, в профсоюзе, в политической партии, в жилищном движении, в экологической организации. Я буду искренне, долго и с большим трудом защищать ваши интересы. Вы мне поверите, да черт возьми. Вы мне не поверите. И люди не верят. И вот это вот неверие и фрустрация, ну, хорошо говорят, ну, один разочек мы тебе поверим, дай мы за тебя проголосуем. Ну, выбирают, допустим, меня или кого-нибудь, да или вас, неважно кого. Выбирают своим представителям жилищную организацию, профсоюзную организацию, экологическую организацию. А там вы сталкиваетесь с организованной, мощнейшей номенклатурой. Или так, от той, которая вырубает лес, строит точечное, занимается точечным строительством, бабло у них, деньги колоссальные. Или теми, кто эксплуатирует, нещадно эксплуатирует рабочих на самом гнусном каком-нибудь производстве. Или просто сталкиваетесь с этим бешеным принтером нашим, нашей замечательной Государственной Думы, которая просто не на требования своих избирателей. Вы останавливаетесь. И тогда люди, которые делегировали вам какие-то свои права, говорят, вот парень ничего не сделал, они же ожидают выстройки. Социальная фостракция. Это очень-очень длительная борьба, чрезвычайно длительная борьба. Мы же забываем, что сколько было революции во Франции, сколько было сколько потерь было в профсоюзном движении мировом. Ну, Франция пережила несколько революций. Франция пережила взлеты и упадки профсоюзного движения. Я не великий специалист про Францию, но Соединенные Штаты. Если мы возьмем Соединенные Штаты, там до сих пор я бы не сказал, что сильное профсоюзное движение. Ну, в силу определенных, в силу специфики Соединенных Штатов. Вот. В Англии просто... Англии повезло. Англии повезло тем, что у них был Хабианский клуб, тем, что у них были благотворители, богатые благотворители, которые сотрудничали, создавая мой в 19 веке лейбористский партий. Англии повезло с лейбористами. Англии повезло с профсоюзом. А во всем мире нет. Кстати, самое смешное, что есть ситуация более плохая, чем у нас. Если мы возьмем азиатский, африканский, латиноамериканский, там еще... Мы еще не в самом плохом положении. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. А еще пара вопросов. Один из вопросов. Первый. Как профсоюзы отреагировали на приватизацию 90-х? Была ли какая-то реакция такая заметная? Ну, понятно, что она была, реакция была у всех, но вот как отреагировали профсоюзы? Можно ли как-то ее выделить, проследить? Или все-таки настолько вот это псевдо взяло верх, что даже такие уже экономические изменения, они просто вот прокатывались мимо, и забастовки шли как бы параллельно уже бессодержательно, бессмысленно. Дорогие друзья, вы наверное забываете, что... Денис, меня слышно сейчас? Вы знаете? Дорогие друзья, вы наверное забываете, что у нас существовало несколько моделей приватизации предприятий. Была модель приватизации с участием трудового коллектива, была модель приватизации без участия трудового коллектива. Совершенно по-разному трудовые коллективы реагировали на акционирование или какие-либо иные формы приватизации. Так вот, модели демократической приватизации разрабатывались. Модели приватизации с участием трудового коллектива, с участием профсоюзов, с участием рабочих разрабатывались. Другое дело, что рабочие, я еще раз подчеркиваю, они были, во-первых, экономически безграмотными. Почему были? Они и есть экономические. Большинство наших рабочих экономических безграмотных. Потому что наших трудящих экономических безграмотных. Аня, наверное, вы не удивитесь, это я скажу, что большинство наших журналистов экономических безграмотных. Вот. И их было очень легко облакошить, просто облакошить, обвести вокруг пальца. К тому же, я еще раз повторяю, мне верили люди, что могут что-то сделать консолидированным, допустим, участием, консолидированными акциями своими, как представить профсоюз или СТК или иную какую-то организацию в качестве консолидированного акционера. Ну, не верили. Вообще, демократическая приватизация на отдельных предприятиях в каких-то случаях удалась, но как массовое явление она не существовала. А ПНПР и ВЦСПС, они просто этим делом не занимались. Они занимались... То есть большая часть наших профсоюзов, которые псевдо-профсоюзы, заняла позицию предпринимателей, просто урвали себе какие-то... Их руководители урвали себе какие-то... Ну, профбанк, ну, боже мой, профбанк, он что, организовался на взносы трудящихся, если вы мне это скажете, я думаю, вот нет. Да и все вы будете, нет. Вообще, когда лидеры профбанка, не буду называть их фамилии, а то куда-то выходят на митинг и говорят, мы люди труда! Представляете, мы люди труда! Банкиры, какие вы люди труда, в чём? Вот. Да, ВЦСПС никак не реагировала. Она, наоборот, участвовала на стороне предпринимателей, и на стороне обуржуазивающихся на минсплату. Прото-профсоюзы, как я говорю, пытались. Пытались иногда участвовать в демократической приватизации. Никуда это удалось. А имитативные профсоюзы и почему-то профсоюзы, они не до этого... Я, по-моему, ответил на вопрос. Да, спасибо. И ещё вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Экологические протесты, были ли они активными в 80-х годах? Просто мы, ну, на слуху у нас, там, не выплата зарплат, да, вот какие-то такие поводы. А те акции, которые в США, допустим, часто происходили, ещё тогда, в 80-х, у нас они были. И всё-таки это вообще не наша тема, не наше направление. И на экологию 80-х нам как бы вообще было всё равно, да. И больше нас интересовали, собственно, деньги, да, когда мы получим своё, чем то, когда мы будем заботиться о чём-то другом, об экологии в том числе. Экологические протесты 80-х, были ли они активными? Вообще, что такое экологический протест в России? Экологический протест в России – явление очень странное и очень удивительное. Экологический протест в России процентов на 70%, это технофобский протест людей, боящихся индустриализации. Вот мы рядом с вами построим завод. Не дай бог! Мы рядом с вами построим какой-то комбинат. Я хочу ездить на телеге, пить чистую воду, выпекать хлеб. Ну, давай, поездим на телеге. Всё в пластиковых пакетах доставлялось. Но тогда нужно с вами рядом строить комбинат. Так вот, 75% – это теснофоб. Процентов 10, 5-10% – действительно интеллектуалы, которые мыслят, вообще западного вида интеллектуалы, которые мыслят глобально, действуют локально, таких я видел. Они очень жутко интересные люди. Обалденно. Причём спектры совершенно разные. От экофашистов до экоанархистов, включая социал-демократов и либералов. А процентов на 15, процентов на 15, вот этот вот технопокско-интеллигентский бунт, это… где жизнь… хочу жить в благоустроенном районе, я хочу жить, чтобы рядом был парк, я хочу жить в хорошем доме. То есть это в чистом виде жилищного движения. В чистом виде жилищного движения. То есть экологический протест в России был. Он был очень мощным. Да он и сейчас на самом деле достаточно мощный. Но он… но он… интеллигентский, и в этом смысле экологический, вот процентов на 10. Он технопокский, процентов на 75, а технопоксы могут идти в любую сторону. Кстати, это не так плохо вообще. Такая мощная толпа технопокско-интеллигентств, она может совершенно спокойно снести ограждение вокруг там какого-нибудь строящегося объекта, устроить драку с охранниками этого объекта, устроить драку со строителями, с ментами. Это очень мощная сила. То есть мужики идут за отрицалов. Так вот. И жилищное движение, жилищное движение прагматиков, тех, кто хочет на базе экологического движения создать ТСЖ, ЖСК, МШК, ТОСы, и так далее, и так далее. Я пишу об этом в своей книге, в другой книге я пишу. Это очень-очень своеобразное движение. Это зеленого движения здесь немного. Но оно есть. Это не значит, что его нет. Есть. Ну и, наверное, на еще один вопросик остался. Не только мне понравилось слово псевдо. Есть такой вопрос. Псевдозабастовка. Вот мы говорили о псевдопрофсоюзах. Псевдозабастовка. Можно ли сказать, что она появилась в результате развития забастовочного движения? То есть стало больше рекламных забастовок, акций рекламных таких забастовочных, нежели действительно как искреннее проявление каких-то социальных мероприятий. То есть можно ли сказать о том, что псевдозабастовка действительно появилась? То есть ее не было параллельно сразу с возникшим забастовочным движением. А это такое развитие и логическое завершение вот этого всего бунта, бунтующей России, что у нас появились в результате какие-то псевдорекламные акции, то, что сейчас выливается в хайп. Но сейчас мы не трогаем нынешнее время. Мы говорили о том, что у нас период перестройки, и мы именно в нем сейчас. Псевдозабастовка. Чуть-чуть. На мой взгляд, вы абсолютно правы. Псевдозабастовка, она появилась, появилась, наверное, в самом-самом конце 90-х, наверное. То есть в 90-е годы вы псевдозабастовку не найдете. В 90-е годы они появились. И они наносили колоссальный урон рабочему движению, колоссальный. Вообще вот эти псевдоакции, они очень разные. Например, как псевдомитинг, как псевдопартии. Иногда они способствуют развитию демократического движения в стране, но, как правило, наносят колоссальный урон. Вообще любое псевдо, псевдопартия, псевдопрофсоюз, псевдовыборы, в конце концов, мы с вами наблюдаем, это псевдо. Они наносят типики нашего населения. Они просто приводят к мысли о том, что нельзя нормальными демократическими или коллективистскими методами повлиять на изменение ситуации в обществе. Это очень плохо, это катастрофически плохо. Просто вроде бы демократия должна развиваться, а страна катится в не очень хорошем направлении. Это очень плохо, в колоссальном направлении. Я очень пессимистичные выводы сделаю свои. Хотя я должен быть исторически оптимистом, но, как говорил один из моих друзей, мой коллега по РБГУ, я исторически оптимист, лет через 300 здесь будет все хорошо. Давайте на этой оптимистически-пессимистичной ноте и закончим. Дмитрий Александрович, вам выражаю огромную благодарность. Это было действительно очень-очень интересно. Тема глубокая, обширная. И я уверена, что мы сможем, надеюсь на ваше согласие, что мы сможем еще вернуться к обсуждению вопросов, вот, может быть, схожей тематики. Мы ждем, вы уже говорили, и я подтверждаю, мы ждем со дня на день выхода новой книги «Жилищное движение и жилищное самоуправление в СССР и России. От писем в ЦК до баррикад в Бутове». Вот так называется, друзья, эта книга. И действительно, мы ее с нетерпением ждем. И если будет такая возможность и желание, мы бы с удовольствием обсудили еще и эту книгу. Если больше вопросов никаких нет, то низкий поклон, огромная благодарность. И, друзья, я напоминаю вам, что новые книги мы выкладываем сразу же на сайт нашего издательства, directmedia.ru, даем анонсы в наших соцсетях и, конечно же, рассказываем на наших вебинарах, на наших встречах. Всех вас приглашаем и на встречи следующие. Будет интересно. И я уверена, что, Дмитрий Александрович, наша с вами встреча не последняя. Друзья, огромное вам спасибо. До свидания. Если будут какие-то вопросы, ну, вдруг у вас по этой теме еще появятся, может быть, после прочтения книги Дмитрия Саныча появятся вопросы. Те, которые вас глубоко волнуют, которые вам хотелось бы обсудить, может быть, даже с автором, пишите на почту издательства. Мы с удовольствием либо организуем какую-то встречу, либо ответим прямо. Ну что ж, друзья, всего доброго. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.